В прямом эфире программа «Экстренный вызов» о последних событиях к этому часу. Яша Кирумаров. Здравствуйте! Около 1 часа вечера в Шимкенте на пересечении улицы Хазбик-Битори-Кулова произошло дорожтранспортное происшествие. В перекресток не поделили автомобили «Хюндай Соната» и «Лада-2114». По полученным на месте данным, автомашина «Хюндай Соната» направлялась по улице Хазбик-Би в направлении улицы Рыскулова. «Лада» двигалась по улице Торикулова. На перекрестке их траектории сошлись. Сильный удар пришелся в боковую часть «Сонаты». В аварии пострадал пассажир «Лады-14» модели. Участники происшествия вызвали скорую. С легкими травмами пассажир был госпитализирован. Оба водителя утверждали, что не нарушали правила и выехали на разрешающий сигнал светофора. Прибывшим полицейским придется разобраться в деталях происшествия и выявить степень вины каждого. Около часа ночи по Тамерланскому шоссе рядом с остановкой «Катенкопер» Мерседес 220-й модели совершил разворот. А в это время по Тамерланскому шоссе навстречу направлялась «Лада-2199». Произошло столкновение. Удар пришелся в заднюю часть «Мерседеса». Пострадавшим в результате аварии потребовалась помощь медиков. От полученных травм истекал кровью водитель «Лады». Прибывшая бригада медиков скорой помощи, осмотрев и обработав, перевязала раны пострадавшему. Автомобилем нанесен значительно материальный ущерб. На место происшествия участники ДТП вызвали сотрудников полиции. Они установят, кто виноват. 4 ноября 2020 года около 20 часов 40 минут. Участковый пункт полиции номер 61. К управлению полиции Каратавского района поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсад ребенок в возрасте 5-6 лет ходит один на улице. Приняв сообщение участковый инспектор полиции, приступил к поиску родителей ребенка и места их проживания. В результате ребенка благополучно вернули матери. Сегодня потеряла ребенка. Спасибо участковым Нурсада нашли моего сына. Желаю им удачи. В дежурную часть Арысского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде одного из многоэтажных домов районного центра мужчина застрял головой в оконной решетке. Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские МПС Арысского районного отдела полиции. Стражи порядка оказали помощь мужчине, разрезали плутя железной решетки с помощью ножовки и освободили его из ловушки. Как выяснилось, житель многоквартирного дома Максат Нурбасов вышел из квартиры в подъезд и спускался по лестнице. В этот момент у мужчины поднялось кровяное давление и он упал. При падении жилец угодил головой между прутьями оконной решетки и не смог самостоятельно выбраться. В Туркестанской области людям, у которых раньше не было документов, помогают их получить. К примеру, в Арнобасинском районе за несколько месяцев оформлено и передано более 30 документов. Около 4 часов дня во дворе частного дома по проезду Можайского произошел пожар двухэтажного сарая, в котором хранилось 70 кюков прессованного сена и дрова. 5 ноября 2020 года в 16.54 на пульт 101 поступило сообщение о загорании сарая по адресу Можайский проезд 59. В 17.10 на место пожара прибыло 3 единицы пожарной техники и установили, что горит 60 квадратных метров крыши сарая, 70 прессов сухой травы и 12 кубометров дров. Пожар был локализован в 17.19. На данный момент пожарный занимается проливкой. Пострадавших на месте пожара нет. Очередное сообщение о пожаре на пульт 101 поступило к часу ночи 6 ноября. По улице Шолохова во дворе частного дома горели 200 штук поддержанных автопокрышек. 6 ноября 2020 года в 01.22 во дворе частного жилого дома номер 1.2 по адресу город Шимкен, Альфа-Рабийский район, проезд Шолохова, загорелось 200 штук старых поддержанных автомобильных колес. Пожар локализован в час 35 и полностью потушен в час 44. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара задействованы 4 единицы пожарной техники, 20 сотрудников личного состава. Призываем жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности, а осторожность – залог безопасности вас и ваших близких. На сегодня это все. Стать соавтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидесь громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданно резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться. Пишите, отправьте фото и видео на номер ватсап редакции 8701-730-5753. Мы на связи 24 часа.